В общем, вот так выглядит этот ченджер. Вот такая у него ручка. Там вот у него находится специальный пенал под шесть дисков. Кнопочка при отключении питания не работает, поэтому диски изымать нужно на включенном устройстве, вынув пенал и из него уже вынимая диски. Сейчас я это покажу. Работает он с открытой и закрытой. Вот он сам пультик. Вот он на таком шнурке. Подключение все простое. Если вот мы переворачиваем вот штекер питания, сюда втыкается антенна FM. Вот есть и ПБУС знаменитый пионерский, то есть их можно там в гирлянду соединять. И вот он, собственно, разъемчик пультика выносного. Вот. Ну, FM антенна нас не интересует. Нас интересует именно коксик из него. Вот. Потому что мы планируем его использовать чисто как читалку. Вот. Вот. Значит, включаю в розеточку. Вот. Значит, вот таким вот образом вот он затарахтел. Сейчас он обнюхает все 6 дисков. Я туда 6 запихал. Вот. Вот. То есть у него как бы есть память, по-моему, по всем 6. Он даже тут текст видит вроде бы как. Хотя древность. Ну, правда, я не пробовал MP3, как говорится. Он хотя бы пробует читать или как. Ну, у меня здесь сидеть. В общем, в принципе, планируется это читать именно CD диски. МП3 как бы этот вопрос решаем. Да, он не особенный. Ну, вот он понюхнул. Сейчас я покажу, как вынимается кассета. Вот так она вынимается. Вот верхняя часть ее. Вот рычажок. С помощью рычажка вот таким вот движением аккуратно вынимается все диски. Ну, дальше они вкладываются. Вот можно показать, как это делается. Ну, вот так вот защелкивается, вставляя с кассетом. Вот. Сейчас он опять начнет их нюхать. Вот включение. Нажали на пультик. Он пишет «Ready». Вот с первого диска он начал читать. Вот. Ну, а дальше тут все, в принципе, понятно. Это вот диски. Сейчас он переключится на третий. Вот. Читать начал. Ну, вот можно там выбрать третью вещь. Сколько у меня тут четвертую тоже. Там всего четыре вещи. Давайте следующую. Допустим, седьмой. Пауза есть. Есть там режимы при удержании кнопок, как говорится, касательные именно ченджерных дел. Ну, как FM. То есть там регулировка волны, настройки и так далее, и так далее. Но это нам тоже особо не нужно. Нам нужно, как говорится, чтобы оно работало. Значит, отключение, по-моему, кратковременное нажатие. Если длинное нажатие, это, по-моему, переход в меню FM-ченджера. Ну, да, вот. Можно регулировать настройку волны, на которой он там будет. Опять длинное нажатие, и он, по-моему, у нас переходит в меню, как говорится. Ну, штучка касательной FM-антенны, я ее присылать не буду. Вышлю пульт. Вот это хреновое. Шну, вот этот вот, естественно, в комплекте. Тут, что у него. Аксессуары. Ну, как обычно, батареи или пауэр. Там предохранителя какая-то здесь катушка у него. Масса покороче, потому что это планировалось для установки, видимо, в багажник. По задумке пионера. Вот, ну, все, остальное, думаю, у вас есть. Схемку я вам присылал. Ну, как-то так. Вот. Все. Думаю. Вот так вот отключили мы его. Спасибо.